Привет, мои хорошие! С вами Селена Свей. Сегодня мы будем говорить о том, как меня пытались развести на 120 тысяч рублей. Видео это создано для моих девочек, специально для того, чтобы уберечь девчонок, которые, может быть, попадали, как я. Хотя я уже думаю, что я одна такая, наверное, попалась. Но я скажу, почему я попалась, что меня смотивировало пойти на уход. Итак, многие уже, наверное, слышали, что у нас в Ростове, да, и в других, и в Москве очень часто, не знаю откуда и как, появляются у разных предприятий ваши телефоны, по которым вам звонят, называют вас по имени, может, даже и по фамилии. Не, меня только по имени назвали. И говорят вам, что приглашают вас на процедуры абсолютно бесплатно, вам там сделают процедуру, уход там один, второй, третий, сделают диагностику. Все абсолютно бесплатно, чисто подарок, чисто для вас. Конечно же, бесплатный сыр только в мышеловке, я это знаю. И сколько мне звонили, я вам скажу, за все время мне звонили, не знаю, раз 20-25, наверное, я всегда отказывалась. У меня даже мысли не было на то, чтобы согласиться пойти на эту процедуру, даже если она нужна. Потому что я понимаю, что, в принципе, я думаю, что просто так ничего они не делают. Они, скорее всего, хотят, чтобы ты потом приобрела, либо стала там работать с ними, либо не знаю что. Ну, короче, точно просто так вот тебе вот так вот не сделают тебе процедуру и отпустят тебя в освоясь. Нет, я все это понимала. Более того, потом со временем я уже слышала другие истории, что действительно там разводят, чтобы вы взяли кредит, взяли косметику. Там чуть ли не целый чемодан этой косметики. Они занимались там этой косметикой. Была какая-то Дашели, что ли, известная. Вот что-то такое. Я не помню. Короче, были какие-то марки, которые, ну, известная она именно в плане тем, что она этим занималась. То есть я эту марку слышала не так саму по себе. Хорошая марка. И только фигней занимается. Нет, а именно вот эта фигня вот с этой маркой. То есть вот так, да? Я думала, что этим занимаются определенные какие-то люди с определенной какой-то маркой. И, конечно, чем чаще люди попадаются на все это, тем больше мы уже об этом слышим. Это становится уже известным. И мы чураемся всего этого. Недавно был звонок. Мне звонят. Говорят, да, здравствуйте. Я, да, здравствуйте. Мы бы хотели пригласить вас на процедуру. И сразу же мне сказали, что это звонит очень одна известная марка. Девчонки, не буду говорить, какая марка, потому что мы все ее знаем. Я не говорю в целях, просто, честно говоря, до сих пор не верю, что такая марка может этой фигней, херней заниматься. До сих пор не верю. Мне кажется, что, может быть, этим занимаются в обход начальству, хозяевам как-то. Может быть, я не знаю. Это зарубежная марка. У нас находится большой офис их в центре Ростова-на-Дону. И я знаю эту марку. Она как бы зарекомендована, эта марка. Хорошая, люксовая косметика. То есть, дорогая косметика. Профессиональная. Я немножечко опешила. То есть, когда мне сказали название этой марки, сказали, мы вас приглашаем. Я уже ходила, меня уже красили этой маркой. Ничего мне не впаривали по ходу дела. То есть, ну, как бы можно было купить косметику из того, что мне понравилось. Ну, я сказала, нет, мне не надо. Мне рассказали, показали. Все, как бы я ушла. Но в этот раз был совершенно другой. Я пришла в офис, в официальный офис этой известной марки, которая всем нам известна. И когда я только по телефону услышала эту марку, я говорю, да, конечно. Единственное, что меня еще смутило, но не особо смутило, у меня спросили паспорт. Сказали, у вас там паспорт с собой возьмите, у вас паспорт с собой. Я говорю, да. Ну, думаю, мало ли, может, там какая-то система охраны и так далее. Я говорю, да, с собой. Ну, все, говорю, а вы, и я еще тогда засомневалась, говорю, а вы, говорю, в главном офисе находитесь? То есть, я понимаю, что могут развести, звонят, но... То есть, мне сказали, что мне сделают уход супер-пуперский, диагностику, что меня накрасят этой косметикой. Я знаю, что это косметика. Это скорее не уходы какие-то, а косметика, хотя у них есть и уходовая косметика. И что мне сделают фотосессию. Я и думаю, хорошо, и пошла туда на самом деле, чисто из-за того, что меня накрасят. То есть, я пошла, потому что я собиралась вечером снимать видео, мне уходы не нужны. У меня в Ростове-на-Дону есть офигенские косметологи, есть свой салон красоты, куда я хожу. Студия Велес, может быть, вы знаете, я ее всегда под видео оставляю. Мне все там нравится, все супер-пупер, у меня с лицом все хорошо, они следят за мной, да. То есть, мне бесплатные процедуры по уходу не нужны. Просто я лишний раз, когда профессионально красиво красят, я только рада. Плюс прийти туда, да, познакомиться лишний раз. Все-таки там, я блогер, я люблю вот это вот снимать что-то, думаю, вот освещу их, как бы сделаю им подарок и познакомлюсь там с кем-то. Ну, как бы вот просто для того, чтобы в Ростове как-то иметь и связи, да, и вот расширяться, расширяться, как бы иметь знакомство и друг другу помогать, сотрудничать. Вот как-то так. Пришла, значит, туда, меня встретили, ну, то есть, из-за косметики. Еще 50% у меня было такое идти, не идти, то есть, мне особо вот не нужны эти все бесплатные процедуры. Прихожу туда, все супер-красиво, да, это действительно главный офис, да, все как надо. Я подождала, подошел ко мне косметолог, пошли мы в кабинет, сделали мне диагностику, рассказали там, где, что у меня там, здесь, ну, на самом деле, везде, идеально нигде нету. Естественно, у нас далеко до идеала с нашей вообще погодой и вообще уходами кто-то, к 100% никто не ухаживает, да. Ну, рассказали мне о каких-то там сосудах, о скоплении меланина, там, возможных пигментных пятнах, увлажнение, там, вот какое мне нужно и так далее. Сделали диагностику и отправили его в кабинет к косметологу. Косметолог очень все хорошие, и так мы с ней пообщались, и прям такая душевная, прям вот, прям, вот, прям хорошая девочка, да. После того, как она мне сделала процедуру, она сказала, что нужно сделать опрос. Она сделала опрос, я ответила, все-все, по 10-балльной шкале, все на 10, вы прекрасно, уходик прекрасный, все мне понравилось. Естественно, она меня, второй раз диагностику мне не делали, меня просто подвели к зеркалу и сказали, ну, как видите, улучшение. Я говорю, ну, да, кожа сравнялась, стало как, ну, понятно, после любого ухода кожа как-то засияет свежестью. Но диагностики повторной не было, чтобы проверить, насколько все изменилось. Тоже момент. Какой косметикой меня на самом деле пользовали, я не знаю, может быть, это действительно не этой марки косметика. Вот я не верю, понимаете, вот настолько это в доверие, настолько есть репутация у этой косметики какой-то, и доверие, что она такая известная, что я просто не могла поверить вообще, что такое может происходить здесь. И когда она начала задавать мне вопросы, в общем, суть в том, что мне начинали впаривать кредит за 120 тысяч рублей на 95 процедур, которые стоят там, не знаю, 7-8 тысяч получается процедура. То есть в месяц я буду отдавать 7-8 тысяч. Я, ну, как бы, все в шутку, все смеясь, потому что, в принципе, по большому счету, дают косметики там на 25 тысяч. По большому счету, у меня косметики уже, мешки здесь, сами знаете, да, постоянно много новой, разной косметикой, и присылают на обзоры, и сама покупают, то есть куча всего. Мне лишняя косметика, по большому счету, не нужна, чтобы я за нее платила кредит. Второй момент, уходы. У меня есть свои косметологи, которые за мной следят, я уже говорю, да, мне уходы не нужны, то есть зачем, ну, как бы, и много всего другого. Кредит, я против кредитов вообще, кредиты, рассрочки, проценты, не проценты. Я просто не хочу никому быть должна каждое месяц определенную сумму, даже если мне скажут 1000 рублей, понимаете? То есть там было 7-8, потом мне говорят, сколько вы готовы платить за ваши уходы, может быть меньше, мы для вас эксклюзивно сделаем там скидку, как я поняла, это всем вообще делают. Кредит сейчас оформить просто паспорт нужен, да, то есть там не будут прозванивать, я говорю, я не работаю, официально работаю. То есть куча всего-всего такого, да, что, а мне все сделают, все сделают, вы только согласитесь на эти 120 тысяч вот отдавать. Потом пришел, то есть я с ней поговорила, я ей все рассказала, она вроде бы все поняла, как бы я все грамотно рассказала, тут как бы не придерешься и не подкопаешься, какой бы ты ушлый не был. Но потом приходит менеджер второй, который предлагает мне более условия в два раза дешевле кредит, то есть будет там 3 750 или 5 там с чем-то я буду платить в месяц. Эти же 195 процедур, я еще смеюсь, что они мне на 10 лет что ли, вот 95 процедур там выходят. Я даже абонемент в солярий не беру, чтобы не привязываться к этому солярию, понимаете, а тут мне кредит, говорят, возьми. Еще такую большую, короче, я, такое ощущение, я там стояла и такое ощущение, что просто на меня давят, мне влазит в мозг. Я говорю, не надо, потому что это, а обходят, понимаете, как бы они думают, что, они меня как-то убеждают, а я такая отговариваюсь. Да нет, потому что вот это, ой, ну как, вы неправильно тут думаете, думаете вот здесь вот так вот, да, если вы хотите кредит ипотеку, то вам нужна кредитная история хорошая, вот повод взять там, да. Потом, ой, вам такие условия, вот чисто для вас только сегодня, да, почему вы не соглашаетесь, вы же любите себя, вам же надо ухаживать. Короче, просто, и у меня такое ощущение, что я отстреливаюсь, я стою, отстреливаюсь, меня навязывают, а я нет, 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 я знаю вот эти вот все давления, все эти психологические приемчики. И мне уже показалось, что там вообще весь заговор против меня, заговор во всем этом месте. И я просто, и я уже говорю, так, стоп, я говорю, я пришла сюда только потому, что здесь вот эта марка, только поэтому я сюда пришла. Не надо меня разводить, не надо убеждать меня в том, что я должна брать кредит. Вы, говорю, портите репутацию, у меня хорошее отношение с вашей маркой, я как бы к ней хорошо отношусь, но сейчас, после такого, у меня просто разочарование, что таким могут заниматься такие марки. И я не понимаю, это либо все плохо, нету денег, либо, ну, это репутация просто на ноль, для меня это лохотрон. И я почему-то уверена, что здравые люди никогда этим заниматься не будут, чтобы портить свое имя, об этом все знают. Я когда сказала Кристине об этом, Кристина сказала, ааа, ты повелась на этой? Я говорю, зай, потому что это марка, то есть я не слышала там уход бесплатный, я услышала эту марку, что меня эта марка приглашает. Я знаю, что там ничего плохого не будет, они не будут своей репутацией как бы рисковать. И вот, кстати, у Кристины, у моей, тоже была история такая, она тоже ходила на такую процедуру, но не этой, не этой марки, которую меня звали, то есть то, что, видимо, все обзывают. Она попробовала, у нее есть свой опыт. Я, кстати, она сейчас на связи и сейчас расскажет нам немного о своем опыте. Послушаем ее. Всем привет. На самом деле, да, была со мной подобная история, как Вселенная. Вселенная меня, конечно, очень удивила своим поступком. У меня эта история была 5 лет назад, мне тоже позвонили, сказали, какая-то бесплатная косметика, ну, вообще, это и в новостях показывали потом. Вот, бесплатная косметика, только не забудьте паспорт, чтобы мы удостоверились, что вы, это вы, что это будет специально для вас. Никогда не берите паспорт, когда вам звонят по телефону и говорят, что надо брать паспорт. Это обязательно будут оформлять кредит. Вот, и когда вы туда придете, если уж вы пойдете туда и захотите бесплатно обслужиться, если вы очень, если вы думаете, что вас не проведут, никогда не пейте там их напитки. Я уверена, что туда что-то еще... Ну, это, конечно, группа. Давай-давай. Ну, они вот что-то туда подсыпают расслабляюще. Они не зря предлагают кофе или чай домой. И даже говорили об этом по телевизору вот в передачах и в новостях. Вообще, это давно тема избитая, пройдена. Мне вот лично, когда уже звонят и вообще что-то начинают рассказывать о каких-то услугах бесплатных, вообще просто ложить, ложить, кладите, кладете трубку. Главное, что мы работаем над этим словом. Кладете трубку вы. Я не знаю, Селена, у меня, когда Селена начала рассказывать, что она куда-то пошла, у меня был первый вопрос. Тебе сказали взять паспорт? Она, да. Зачем? Когда говорят взять паспорт, это сразу лохотрон. Это сразу лохотрон. Бесплатно возьмите паспорт. А тебя развели в итоге-то? А, так вот, я понимаю. А, и вопрос, сколько вы готовы потратить в месяц на свою красоту? Какое зарабатываете, не спрашиваете. Я сначала очень долго сопротивлялась, нет, нет, мне уже куча скидок сделали, только мне индивидуально. Практически даром. Да, за 40 тысяч всего лишь осталось. И уже пошли к компьютеру оформлять кредит на меня. И раз не проходит, два не проходит. Я говорю, я про себя думаю, это знак, уходите. Я говорю, нет, не надо. Как они тебя отпустили? Я не знаю, как они меня там не побили. И самое главное еще, я говорю, да мне нужно посоветоваться, мне нужен день хотя бы. Ну только сейчас мы вам скидку. Я говорю, мне нужно посоветоваться с подругой и с мамой. Да что вы, подруга будет завидовать, а мама обрадуется, говорит, не упускайте такой шанс. Сделайте им сюрприз. А, да, сделайте маме сюрприз. Вот смешно, да, подруга говорит, завидовать будет, она вас будет отговаривать. А маме сделайте сюрприз. Все хотят сделать долги себе в 120 тысяч. Поэтому, поэтому, Селена меня убила. Когда она пошла туда и взяла паспорт, и на вопрос ты взяла паспорт, да. Тебе предлагали попить чай, кофе, да. Не, ну как бы предлагают всем, но лучше не пить в таких местах. Там что-то могут, мне кажется, одурманивающее. Я ничего не пила, короче, и кредит не оформила. Короче, паспорт главное не берите, а так можете ходить куда хотите. Спасибо, Кристиночка, нам за твой опыт и совет. Вот, вот такая история. И это видео, на самом деле, создано для того, что девчонки, даже вот такие вот известные марки, к которым у нас есть доверие, знайте, что бесплатно ничего не будет. Конечно, это стрёмно. Хорошо, если бы увидели это люди, которые это делали, которые этим занимаются и просто перестали этим заниматься, потому что это реальный развод, и в этом ничего хорошего нет. А то люди, когда... То есть, на самом деле, там психологическая атака. Реально, психологическая атака. Я как психолог могу это вам сказать. И я знаю точно, что мне надо, а что мне не надо. И меня очень сложно развести. Я не знаю только, если там реально опоить какими-то снадобиями, и реально ты не можешь тогда соображать адекватно. Но у меня, здравого человека, очень сложно развести на все эти вещи. И все эти приемы я знаю. Поэтому мне было очень-очень неприятно. Такое сильное давление. Конечно, потом попытались как-то все это сгладить, но оно уже сформировалось. И я, будучи человеком, у которого был бы свой салон, или какая-то косметика, никогда бы на такое не пошла. Поэтому я немного в шоке. Не хочу компрометировать эту марку, потому что я думаю, что там какие-то недочеты. Может, кто-то что-то не знает. Поэтому, люди, если у вас открываются глаза, вы делаете на самом деле недоброе дело. Любому человеку подвязывать кредит, пользоваться всякими психологическими приемами, давлеть на это и ввязывать его в кредиты и в долги, я считаю, что это плохое дело. Даже если там какие-то супервыгодные условия. Ну, то есть понятно, что это все приемы. И эти люди, которые занимаются, они тоже сами понимают, что они пользуются приемами. Потому что пришел человек на уход, и если он однажды сказал, что нет, мне не нужно, давить на человека не надо. Я знаю, ну, как бы нормальные марки, и все, делают все совершенно по-другому, все лайтово. И люди потому и приходят, потому что на них там не давят, не заставляют, все чисто, белое и прозрачно. А тут как бы вот такая фигня. В общем, я вышла оттуда абсолютно недовольная. У меня было испорчено настроение. Я как бы до сих пор в шоке. Для меня теперь эта марка ассоциируется с каким-то лохотроном, но в то же время немножко такое, что что-то там не то. Я не верю, что хозяева могли такое организовать и пойти на это. Причем самое интересное, что девушка-косметолога, которая сказала, она сказала, что вот эта косметология, как это она сказала, космоцевтика, она находится только в Ростове. В Москве продается косметика, чистая косметика, да? А вот в Ростове у нас вот это вот какая-то там вот косметика, которая ухаживает, что-то лечит там и так далее. И она находится только в Ростове. Может быть, это что-то пробные какие-то эксперименты. Они решили поэкспериментировать над людьми. Ну, в общем, кстати, те, которые работают именно на этой марке, вот, например, я спустилась к девочке, там, да, и она меня начала красить. Она как-то не была так, как-то очарована, говорит, что все люди как-то после этой процедуры, когда идут накрасятся, какие-то немного недовольные, что, как бы, тоже не нравится то, что происходит. То есть, там такое ощущение, что что-то там происходит, кто-то что-то делает, кому-то что-то не нравится, кто-то где-то это замечает, кто-то это не одобряет, то есть, какая-то такая движуха происходит, очень неприятная. Поэтому просто, просто могу сказать, что, да, я попалась та, которую очень сложно развести и которой реально попасться, поэтому будьте очень внимательны, будьте бдительны, как Кристина говорит, что если вас просят взять паспорт, то уже здесь задумайтесь, это что-то ненормальное. Поэтому я хочу вас всех уберечь, девчонки, не берите кредиты, не стоит оно того, такие длительные и долгие кредиты, тем более на косметологию и так далее. Я думаю, что все это можно сделать и бюджетней, и без кредитов. Мы никогда не знаем, что будет завтра, это вообще не стоит того. Вот, тем более такие цены, 120 тысяч, блин, да нахрен оно надо, 120 тысяч. На самом деле, даже одну процедуру за 7 тысяч, я не знаю, два раза, косметологу, вот я хожу к косметологу, там все вместе, я не знаю, да я не трачу даже 7-8 тысяч на косметолога. Все намного меньше и все на высшем уровне. Поэтому, я не знаю, будьте бдительны, мои крошечки, будьте осторожны, берегите себя, берегите свои денюжки, передайте это все вашим друзьям. Вот у нас в Ростове такое происходит и происходит много где, поэтому просто лишний раз будьте бдительны. И я буду тоже еще внимательнее бдительны. Все, я вас очень сильно люблю, надеюсь, мое видео было интересным, а главное полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто первый раз, и я с вами прощаюсь до следующего видео. Субтитры сделал DimaTorzok